Уходящий 2022 год запомнился жителям Твери разными событиями, в том числе и коммунальными скандалами. Так, в центре внимания общественности оказалось общежитие на улице Ротмистрова и одна из казарм Берга на Спартака. Мы освещали эти события. У обоих зданий, напомним, разрушили стены, что обернулось для жителей множеством бытовых проблем. В итоге городские власти приняли решение ремонту быть. Стены реконструировали, места общего пользования в порядок привели, но вопросы у жильцов все еще остались. Тему продолжит наш корреспондент. Вековые казармы Берга привлекают внимание туристов, но только архитектурой. Жизнь внутри привлекательной, а тем более комфортной, назвать сложно. Здания меткие, отсюда много коммунальных проблем, которые негативно сказываются на качестве жизни жильцов. Так в апреле 2021 года в доме 45 рухнула кладка стены, оставив под открытым небом уборные. Стены в итоге срочно отремонтировали, но... Не прошло и года, и история повторилась только уже в 44-й казарме. Летом этого года там также начала разрушаться стена. И опять в уборной. Тогда жильцы жаловались на протечку крыши, из-за чего могли пострадать стены. Мы рассказывали историю, как собственники выживали в историческом наследии, выводя канализационные трубы прямо из окон. В итоге кладка стены была спустя несколько месяцев восстановлена. Помимо этого в казарме случилось еще одно событие, которое ждали десятки лет. Косметический ремонт в Борной. Вот отремонтировала у нас ванна, туалет женский, мужской. Это хорошо сделали. Ремонт начали осенью, закончили к Новому году. Всего стоимость тендера на портале госзакупок 17 миллионов рублей. Женский туалет в 44-й казарме после ремонта. Здесь новая плитка на полу, на стенах, установлены новые умывальники. И, конечно, подарок для жильцов – это новые душевые кабины. Теперь задача все это – дорогое имущество содержать в порядке, рассказывает жительница. Эта задача, по ее мнению, такая же сложная, как заставить работать управляющую компанию. К некоторым соседям, которые новые унитазы не оценили по достоинству и буквально на 17-миллионный ремонт, судя по такой картине, клали есть претензии. Надо бережно относиться, конечно. Надо по-человечески делать все. Друг другу взаимопонимание должно быть. Юристы говорят, чтобы также не стать заложником коммунальной проблемы, необходимо вовремя действовать. Например, инициировать тот же капремонт. Для этого нужна активная группа жильцов. Так текущая кровля вылилась в крупный ремонт стены двухэтажки «Народмистрова-11». Там осенью этого года также делалась кладка стены в кухне и уборной. Жильцы были вынуждены ходить в туалет на улице. Работу подрядчик вел с конца октября по конец декабря. Но после ремонта, по словам жильцов, нужен и еще один ремонт. Сделано все некачественно, сделано неквалифицированными сотрудниками. Все тепляп. Фасад дома не заделан. Видно, все щели, все. Все. Проводка наружная сделана ужасно. Заземление отсутствует. То есть, когда стираем, бьет током. Внутри ремонт, сделанный подрядчиком под руководством некоего Иваныча. У жильцов вызывает масса вопросов. Провода висят по потолку, прежние выключатели почему-то на месте. Стены имеют неровности. В кухне очень интересно изолированы краны. Ну и двери. Нет, все, она открывается. Она не держится. Видите, даже плинтус оторвали, чтобы дверь закрывалась. Наученные горьким опытом, теперь жильцы медлить не собираются. И готовы биться за то, чтобы подрядчик сделал работу над ошибками. Граждане уже пожаловались в прокуратуру. Сотрудники выехали на место и зафиксировали нарушение. В таких ситуациях, говорят юристы, не нужно тянуть и надеяться на кого-то. Первое, что спасать в таких ситуациях – капремонт. По закону его сроки можно сдвинуть на более ранний. Главное – прекратить все споры и найти активиста, собрать деньги. Ведь спасение утопающих в подобных ситуациях зачастую дело рук самих утопающих. Наш канал не раз помогал тверичанам в сложных ситуациях, когда им не удавалось добиться защиты своих законных интересов. И на этот раз мы также будем содействовать полноценному решению проблем жителей.